итак всем здорово друзья привет youtube меня зовут занёк вы находитесь на канале лесовозный рейс друзья это короче будет у нас продолжение предыдущего видеоролика на канале который у нас есть вот это у нас все одна смена то есть мы сейчас ездили на жешет отвезли фанеру и сейчас мы поедем на миг тем же самым составом то есть у нас будет во главе манипулятор и мы с его нам вдвоем два красных маза семён уже стоит на айкина ждет я подъезжаю к айкина манипулятор едет деда за мной поедем сейчас грузится на мигу не спекли мы повезем что-то повезем баланс какой-то мы повезем на лпк вот поэтому так поэтому если если ты новый зритель моего канала про как как только досмотришь этот видеоролик переходи на канал ищи предыдущие там будет начало то есть это у меня уже получается как сериал да разряд сериалов мы перешли ладно едем мы кайкина подъезжаем это очень уж недалеко осталось всем рядышком семён уставший семён уже сделал по моему рейс или два откуда-то он сейчас майки наград посплю немного вот немножечко он поспит не очень по этим разбудим подождем манипулятора и двинемся на миг вы на миг мне я последний раз грузился крайний раз друзья это был в том году по моему в январе месяца также то есть год я уже там не был вот договорятся свайка заезжать недалеко вот этой судорской дороге где-то совсем рядышком там сюда 35 километров лет всего и ты на месте вот мы и плечо тут не особо большое то есть не прям такой жирная тут всего 120 километров что ли там оплачиваемых мало-мало ну ничего зато как бы не пустым да то есть я с города приехал сюда груженые и обратно сейчас поеду опять груженых уже не пустой поеду вот выгрузимся городе и поедем еще рейсик на визиндор в предыдущем видеоролике кстати я тоже об этом говорил что поедем на визиндор вот так что так так стали друзья блин сейчас так закайфовал я не знаю кто это сделал у меня вот здесь вот флешка музыка точнее с флешкой да точнее флешка с музыкой точнее магнитола с флешкой на которой музыка вот кто такой молодец то ли лёха то ли владик спасибо им огромное что поставили эту флешку ребят там где-то сейчас около пяти пять или шесть пять или шесть треков поп-марли я сейчас еду с жешерта заслушался я поп-марли ну прямо я скажу честно я прям закайфовал то есть я сейчас действительно закайфовал то есть я еду блин я вообще люблю его на и творчество и если кто-то есть еще кто-то такой же пишите в комментариях то есть приятная прям даже не заметил когда летел вот попа марли это у вас там стоит короче заехали майкина и статья остановка здесь раньше не было теперь это разворотное кольцо здесь не было знака остановка и в этом кармане спокойно все вставали спали но теперь здесь поставили знак остановка но мы от обычности встаем и стрима там немножечко подальше чтобы не мешаетесь что автобус разворачиваются вот людей возят и так далее вот мы сюда вот так сейчас к семенчику станем резачком спит ну все идем по айкина манипулятор впереди только что прошел крикнул грит заводитесь все завелись я посерединке теперь семен за мной семян там пока воздух качал у него воздух убежал я его пропущу вперед он уже устал который есть едет на грузится доедет отдыхает скорее всего меняться будет серёгой вот а мы-то после этого рейса еще поедем так что мы спокойненько загрузимся еще поспим ночью вообще пожила есть большое желание выспаться поспать еще короче после лпк то есть до вы доехать до выгрузки до выгрузки доехать ночью потому что ночью машин мало на лпк ночью можно быстро выгрузится вот доехать до выгрузки и как бы потом уже выехать выгрузится и выехать и поспать лишь немножко что спать все равно нужно будет хотя бы часика 3 а все догнали вольво перед нами идет пушка здесь какие-то же дорожки такие узкие вот знаки еще видите как понаставили знаки стоят то есть по ним блинам зеркалам тут еще зеркалами только и шлепать по этим знакам мало то что дорога узко еще и знаки на дорогу торчат два лесовоза расходимся и очень близко друг от друга проезжаем очень близко знаком к этим вот здесь идет уборка снега здесь в них уборка снега они вот так вот решили встать друг напротив друга красавчики тут грейдер трактора стоит и этому надо было вот прям напротив него встать там в другом месте не получается прям ровно напротив семен тоже догнал сзади в зеркалам пучек так все вот на город скалкар дорога прямо на миг у него налево 15 года скалкара 97 нам вот на миг и написано 15 километров но сами крем изъезжать не будем мы перед миг унем свернем на удорскую дорогу в сторону удары в сторону ударского района послан и так далее и нам недалеко совсем рядом все близко там ехать осталось километром 15 всего вот доехали до этой развязки налево на послан здесь типа кругового движения треугольник вот ударов нельзя направо зачем конечно так сделали треугольник херово знает понятно есть движение в москве 5 за сутки 20 машин проезжает и по безопасности дела в москве мы уходим вот миг он туда миг он прям что то есть такой крутой поворот все круче круче развязка прям как в москве полючку повернул смаза не повернем пм айкинская 3 машина не мы одни отсюда водим много кто доводит поэтому и тут дорога я помню в том году сюда ездил тут дорога она в основном узкой очень-очень много узких мест здесь начало только широкая и все и заезжаем здесь что-то совсем мало кто-то ездил у семена по моему серёга ездил сюда горячую три километра или пять километров причем вообще что прям тут все близко то есть я думаю что мы минут через пятнадцать уже будем на пункте подрузки так сказать ладно все заезжаем пока до бракенской едем там посмотреть куда нам ехать и что нам грузить и даже не знаю что грузить еще все вахту прошли нанесли документы короче берем оказаться вообще нормально ребят мы берем свою и это не может не радовать он говорит берите говорит такую елку две хвои какая нахер елка с этой елкой на ДСЦ потом стоять на три дня выгружаться да и у хвои коэффициент побольше то есть кубатуристи хвоя хвоя-то где-то у меня будет 52-52 где-то куба а если елку грузить то она там до 50 кубов выходит ну короче хвою выгоднее грузить чем елку ну вот поэтому поэтому будем грузить хвою все три километра от бракенской бракен сказал три километра заезжайте второй поворот направо будет встретились с груженым ребят нет в этой дороге никаких карманов и это первый минус а второй минус то что видите ничего не чищено то есть тут не чищено очень давно посмотрите сколько снега не знаю сколько но нормально короче манипуляторчик вот перед нами кто-то видит потом с ним разговаривают что-то там спрашивают его вот тогда на встречу выехал МАЗ и по-моему это Батыр спиритком так что мы сейчас нормально разойдемся ну он залез в сугроб так да Батыр все МАЗ спиритком работала когда в организации был такой же МАЗ спиритком не особо он конечно лучше едет с этим передком в целом ездить можно ладно нормально он прижался в сугробик так залез а мы поехали не дальше едем трясемся короче 3 километра у нас вот такой дороги движемся мы со скоростью 6 километров в час то есть ехать нам полчаса раньше возил участников участников были вот такие же дороги ну как-то стерпелось смирилось и по настилам и по 15 по 20 километров по настилам заходишь ну и что-то как-то вроде так в привычку уже ну то есть ничего нового ничего удивительного вот потом пришел возить и Мондинский лес по Мондинским делянкам приехал думаю вот это да вот это блин здесь дороги а вот это дороги а потом когда после могли по 5 лишь по частеньким возить опять так же едешь думаешь вот это да вот это дороги ну правда уже другой интонации это говоришь вот километр нера проехали мы не знаю сколько мы проехали примерно километр то есть километров ванном счет лебедей ничего один разочек можно не постоянно сюда ездить опа колеска кроли доехали до вахты стоял никуда и сиди такие форды не джин диры ясно там тоже собирать пришло улевочка в итоге пятница назад вот там вам бунту хвои ну мы сейчас также вот здесь по кругу мы зайдем здесь круг этого экскаватора и нужно будет туда под него встать заехать задом на дорогу здесь конечно вообще вообще нет все меня загрузили по полной елочка уезжающие с пишу документы едут короче до развязки вот этой доеду который на миг не идет миг не город и вот сюда которая на воду там не пошили место на еду там встану спать лягу семён приедет тоже поспит разбудит меня дочери пока грузили были на несколько раз просто засыпаю не могу сижу все меня выключает время у нас только смотрите пол второго ночи я у меня уже вырубает не знаю что происходит но того что я очень много стал спать я не слышу будильников я не знаю сколько будильников уже проспал за последнюю неделю или две короче что-то со мной происходит это ну я нормально 50 12 у меня получилось чем 51 22 в принципе неплохо вот жалко что расстояние у нас плечо не сказал бы я что прям шоколадное жена драгинский 120 120 тысяч километров пока закрывает ладно выезжая на большую дорогу достать на большую дорогу и найду место лягу поспать себе у меня догонит потом разбудит ну ладно все ехали и так друзья и по традиции не оставляем без внимания желающих передать привет и своим родным близким там друзьям и так далее тухтасин досматов значит это узбекистан ташкент город чирчика просит передать привет в автобусный парк и пользователь ютуба всяко разно 32 но вот так получилось не указано ни фамилия не имя в общем пишет привет саня удачи красава брянску привет короче доехали мудайкина уже остановились мы поспать на этой развилке на развязке вот на этой блин ребята четыре с половиной часа сна крепкого такого нормального сна все я бодряка опять поймал едем на выгрузку чудо брода или кушать захотелось ты лечу не знаю сейчас у семена спросим может быть в малой студии остановимся до кофейку позавтракаем короче ладно все мы выезжаем так там опять машина как неудобно как неудобно мы встали блин я бы видел что он поворотик показал что он останавливается на подъеме подъемчик сейчас трогать забудем на всю группу сейчас уедем ну ладно елка не такая уж тяжелая там машина просто ехала ехала причем так нормально быстро ехал блин последний момент включил поворотник не остановился видите куда нас тащит так все отлично всем там елку вообще-то это были хвои бурдицу но хвои там не было загрузили же мы елку а елка на это такой лес который блин вообще без обвязки вот эти то что береза это короткая блин его возить невозможно фанера ползет елка на чай и даже можно без обвязок он даже обвязки не обязательно должен без обвязок не привезти она никуда не уползет ну кора у него за счет того что ли кора такая цикличая она держится очень хорошо но вязки да конечно закинуто из протяжек можно спокойненько уверенно ягод так до вагвазди надо шагали хотим остановиться в службе сейчас посоветов и на сходить семена так вообще уже там были третий то ли четвертый рейс делает у меня уже все закончилось я уже все все что с с собой брал я уже все съел налево нам нужно уступать дорогу здесь все грех съел на столовую так что до малой службы сейчас дошагаем и в малой службе сходим позавтракаем ну так по легкому позавтракаем доехали с тени до слуды кафе любимая че-то мне там по рации гречи это не пробило у меня начито понять не могу че там пробило не пробило так лес себя нормально чувствует люди на работу машинах на автобусах че там сидит что ты там сидишь не кушал да а я автономку не завел пошли и кушать пойдем короче с ним покушаем дизель 6720 в общем предыдущие видеоролики для от мозаичек у меня уже был ну то есть я его снимал предыдущем видеоролике круче сгорел у нас масло стоял там стать еще груженный то есть это вот его за ночь успели выгрузить за ночь но правда не все выгрузили он чуть-чуть осталось видите не не влезла ему короче сгорел мозаи кейс у кого-то да типа такого может масло на турбину для короче вот так вот он выглядит давайте номер также показывать не буду короче сгорел мазик жалко жалко машинку да накрывали чем короче выгрузили его за ночь ну а на что едем дальше классно мы покушали знаете как в садике кашка с утра короче взяли мы с семеном по каше по каше по салату и по компотику болит как бежис хотел в садике оказаться когда ничего не надо было надо было только с утра покушать кашку днем погулять поспать вечером тебя заберут родители крутое время было и вот сколько вот детям не объясняет что это крутое время и не надо его пускать нет они все пытаются быстро повзрослеть всем всем и такие были всем надо срочно повзрослеть ремонтировать ремонтировали а что он все равно весь в дырых какое решение асфальт не успеет а но они наверно закончили то недавно уже асфальт поздно положить но я рассчитываю предполагаю точнее что они все-таки летом положу здесь новое покрытие асфальт будет ровно потому что все вот эти стыки секции они такие так прям чувствуются нормально вот она кстати река вычега как бы воду вы здесь не увидите по понятным причинам да потому что сейчас зима совой контроль на рамки поставили столько денег не вкухали в эти рамки толку от этих грамок вы какого я не знаю они вообще откупились ли хотя бы вообще есть километров в час у семена вчера у него табло загорелась он туда когда груженым ехали с фанерой у него табло загорелось загорелась у него я таки не понял сейчас а то ли у него не габарит не загорелся то ли по массе потому что она меряет и габарит надея на супер работал у меня эти рамка пробивала не габарит короче перед рамкой газуешь зимой дым белый идет по вверх дым белый идет и показывает не габарит дым считает за габаритной машины перед весами ну перед рамкой за не газуешь газ отпустишь нормально все проезжаешь хочу такая вот ерунда вот видите я проехал 10 километров в час там или 12 ехал у меня табло не горит семён на такой же машине едет два километра в час его пробивает показывает не знаю короче как там у них на все это работа очень не знаю как очень все это работает да как это работает поехали даже уже на отметку нам заходить не надо отмечаться но потому что лес не мандевские то есть мандевский лес по госту нужно заходить диспетчерскую и ставить на документах нет там какие-то печати ставят вот у нас лес не манди поэтому нам на отметку сюда заходить не надо сразу едем кпп заезд сам комбинат вот ребята пошли на отметочку не нужно поэтому сразу едем на выгрузку так ладно все друзья буду выезжать так пора одевать сапоги обычно в это время уже небольшие очереди есть ребята уже отоспались все начинают подтягиваться на выгрузку но сейчас как видим пусто калинина пустая главное что у нас еще если нас на дсц про это дсц такое место где можно полдня простоять ждать ждя пока тебя выгрузят ожидать да вот надеюсь если даже на собрать на дсц я на буду надеяться на то что все-таки нас быстро выгрузит короче как говорится надейся на лучшее на лучше херовая сама получится перекресток тоже лично на лизаны на выезд на бумажник на лизаны и машина прямо и без остановки ехать без остановки нормально поворачивать заворачиваться проблем нету если остановился перед перекрестком уступил дорогу все начинаешь трогаться и прямо волокет ну и вот такие вот заезд здесь заезд тоже обычно скользкий я вот так вот к нему сюда подъезжаю сейчас немножко отторможусь включу четвертую и вот так вот ходом подразгоняешься немножко начинаешь поворачивать газ отпускаешь и все и она вот она поворачивается то есть пока газ не отпустишь и на всю прямо у тебя едет то вообще никого нету даже на скане ни одной машины стоят только вот щиповозы стоят щипу везут тут один там один чудо маска не то очень никого друзья выгрузился еду по калинина это у меня уже второй рейс в этой смене которые закрыл сейчас мне нужно ехать на миссинг-дор бамбардор я короче лана и какого месяца визинг-дор поеду грузится лпк буду грузиться балансом надо сегодняшними сутками выгрузиться будет у меня третий рейс в этой смене кстати неплохо я заработаю за эту смену нормально у меня получится да это наверно все всем огромное спасибо всем кто сейчас кушал всем приятного аппетита всем до встречи всем пока